всем привет ребята вы как всегда на канале кулинарная тема сегодня ребят мы будем готовить с вами стейки стейки мы будем готовить с обалденным зеленым соусом называется он chimichurri но я его немножко бафну добавлю своих ингредиентов которые мне больше всего нравится в этом соусе и будем делать по моему рецепту соус ну одна из вариаций будет соус chimichurri чтобы много не писали что это не так это не так это будет моя вариация соуса chimichurri но я вас уверяю ребята он будет очень вкусный и к мясу подойдет просто вот так давайте посмотрим что нам сегодня понадобится понадобится нам сегодня вот такие вот у меня два стейка есть это антрикот последний раз я брал готовил соусом пицца йола их мне очень понравилось это мясо ссылочка вот здесь сейчас вылезет пройдите обязательно посмотрите кто не смотрел так значит в два стейка нам понадобится потом понадобится нам мята свежая укроп кинза петрушка чеснок и чили свежие сок лимона и цедра лимона соль перец ну и конечно же оливковое масло начнем мы с мяса солить перчите его не буду это у меня единственный раз такой всегда я мясо солю и перчу в начале просто польем его немного оливковым маслом теперь ребят приступим к соусу нам нужно отделить листья от стеблей на всей зелени вот такое количество зелени ребят нам понадобится вот столько петрушки столько кинзы столько укропчика и мята свежая список ингредиентов и граммовки ребят все как всегда в описании под видео так это у нас есть готовить мы будем его ребят в ступке отгружаем зелень в ступку у кого нет ступки ребят можно его готовить в блендере у кого нет блендера можно меленько нарезать и будет все нормально так немного ракурс поменяли чтобы было виднее чили я резать не буду его прям вот так просто полно чуть-чуть и отправляем сюда чесночок на терочке добавляем сюда соль свежемолотый перец учитываем ребят то то что стейки мы не солили и начинаем вот так вот все перетирать итак ребят посмотрите вот так вот я растер зелень теперь я сюда добавляю оливковое масло нам надо все это перемешать с оливковым маслом теперь мне сюда надо добавить цедра лимона кислинка ребят в этом соусе обязательно должна быть можете использовать уксус но с лимоном ребят получается намного вкуснее и отправляем сюда лимонный сок и все это еще разочек перемешаем хорошенечко вот ребят посмотрите какой он консистенция вот так покажу смотрите какой красивый вы тоже чувствуете этот аромат да если чувствуете пишите в комментариях как он вам но я вам скажу друзья это просто нечто какое-то это настолько ароматная смесь чуть-чуть еще маслица буквально добавлю чтобы чуть-чуть его сделать пожиже и самое главное его хорошо замешать чтобы масло отдельно зелени не было самое главное чтобы масло пропитывалась вот этим вкусняшками но и она плюс еще помогает раскрываться специям как вы знаете если не знаете тот теперь уже знаете да чё сказал сам не понял ну ладно друзья пусть наш соус вот так вот настаивается а мы пойдем жарить мясо ну что ребят сковородку у нас нагрелась отправляем туда наши стейки масло добавлять я не буду потому что масло есть на стейках сделаю разную прожарку один буду жарить по минуте на каждой стороне 2 буду жарить по 2 минуты на каждой стороне вот так минута у нас прошло один стейк я переворачивала который буду жарить по минуте на каждой стороне а этот дожариваю еще минуту прошла у нас еще минута вот этот стейк который две минуты жарим я переворачиваю а этот ребята я снимаю и вот этот час дожарим две минуты ну и все будем сервировать и пробовать и и и и и и и и и ну что ребята все у нас готово занимает приготовление этого блюда ребята пять минут но 10 минут это максимум соус вообще офигенно давайте начнем снимать пробу я думаю что наверное с первого куска посмотрите он даже уже позеленел потому что зелень она проникает смотрите я для этого разрезал мясо чтобы когда я поливаю его сверху зелень сразу проникает вовнутрь куска и в маринует его с внутри потому что я не соли не перца ничего не добавлял и вот я делаю именно так и всем советую делать так не на цельный кусок накладывать этот соус а именно нужно его порезать на порционные кусочки а потом уже накладывать соус хватит болтовни давайте пробовать ребята это настолько вкусно что я не знаю просто что сказать пробуем второй кусочек второй кусочек тоже видите уже более прожаренный он жарился уже по 2 минуты с каждой стороны этот по одной минуте но по две минуты ребят я вам скажу уже пожестче мясо уже пожестче все-таки по минутке с каждой стороны я думаю что достаточно и разовизны практически нет ну есть такая легкая легкая потому что кусочки небольшие они весят всего по 200 грамм ребята обязательно пробуйте готовьте этот соус он шикарно просто подойдет к шашлыкам идеальная рассказал даже не обязательно жарить стейки скоро майские праздники поехали на природу поехали на природу все смешали растолкли ну или в блендере кто делает я говорил можно еще меленько порезать это все дело на следующий день был он будет еще вкуснее этот соус когда он настоится и острее кстати вот этот момент тоже прошу не забывать потому что в нем присутствует перец чили да ребят это просто какой-то вкусовой оргазм это настолько вкусно это даже словами не передать на этой вкусной нотке ребята я буду с вами прощаться кому понравился ролик обязательно ставьте пальцы вверх ребят подписывайтесь на канал ссылочки на группу вконтакте на инстаграм всегда в описании под видео также громовки и список ингредиентов всегда в описании под каждым видео не забывайте вот здесь ставить колокольчик чтобы не пропускать мои новые видеоролики ну и на этом у меня все ребята всем пока до новых встреч а